Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сколько повладарцев страдает этим недугом и можно ли предотвратить развитие сахарного диабета, расскажет наш корреспондент. Всемирный день борьбы с диабетом, ежегодно отмечаемый 14 ноября, приурочен ко дню рождения Фредерика Бантинга, ученого, который вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году открыл инсулин, спасший миллионы жизней. И уже более 100 лет у нас есть возможность спасать наших пациентов от такого серьезного заболевания, как сахарный диабет. В 1991 году Всемирная организация здравоохранения совместно с Международной диабетической ассоциацией по изучению диабета решили отмечать этот день повсеместно во всем мире с целью напомнить всему человечеству о такой большой проблеме с сахарного диабета. В Казахстане зарегистрировано более 450 тысяч пациентов с этим заболеванием. Из них более 26 тысяч в Павлодарской области, где ежегодно выявляется около 1500 новых случаев. Основную долю составляет диабет второго типа. Пациенты более старшего возраста и у них наоборот, у них очень много инсулина. То есть возникает так называемая инсулино-резистентность, когда ткани не могут чувствовать инсулин, не могут правильно, хорошо отвечать. И что первый тип диабета, что второй тип диабета сопровождается повышенным уровнем глюкозы. Скажем так, повышенный уровень глюкозы в крови, а клетки у нас голодные, не хватает глюкозы. В Павлодарской области отмечается рост гистационного диабета. Это диабет, возникший во время беременности на более поздних сроках. В прошлом году было зарегистрировано 850 беременных женщин. Пациенты вырабатывают контринсулярные гормоны, которые препятствуют нормальной работе инсулина. И, соответственно, сахар крови чуть-чуть, глюкоза крови чуть-чуть повышается. Это, в принципе, защитная реакция организма. То есть у беременных немного жестче показатели. 5,1 и выше – это уже гистационный диабет, то есть диабет, возникший во время беременности. С окончанием беременности, то есть если это чистый гистационный диабет, который характеризуется небольшим повышением уровня сахара, он заканчивается. То есть где-то через сутки-двое после родов обычно сахар нормализуется. Специалисты отмечают, что для своевременного выявления сахарного диабета крайне важно регулярно проверять уровень глюкозы в крови и гликированного гемоглобина. Гликированный гемоглобин – это средний показатель глюкозы за последние 120 дней. В норме показатели глюкозы натощак 3,3-5,5. Все выше – это уже непорядок, это уже повод обратиться к врачу-эндокринологу. И уровень гликированного гемоглобина в норме менее чем 5,7%. По словам врачей, обследоваться на повышенный уровень глюкозы необходимо людям в возрасте старше 45 лет, особенно тем, кто имеет артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и лишний вес. Валентина Леонова, Алексей Мехедов и РТС Акпарат.